1 августа 2024 года в аэропорту Анкары состоялся крупнейший со времен Холодной войны обмен заключенными между Россией и несколькими западными странами. Этому без преувеличения историческому событию и посвящен сегодняшний выпуск подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачашникова. И я, Наталья Чемполадова. И сегодня к нам присоединился журналист-расследователь Радио Свобода Сергей Добрынин. Примечательно, что в ходе этого обмена Россия меняла своих граждан на своих же граждан. Поэтому многие назвали этот обмен еще и высылкой. Подобного рода обмены с правом имеют очень мало общего, потому что никакими международными актами и внутренним законодательством подобные обмены не регулируются. Есть, конечно, правила, предусмотренные на случай войны, обмена военно-пленными. Но сегодня мы говорим не о военно-пленных. Мы сегодня говорим о людях, которые в разное время были осуждены в России, а двое не были осуждены в России, а просто дожидались приговоров в следственных изоляторах. Один вообще был в Беларуси осужден. И вот этих людей поменяли на людей, осужденных в других странах за другие преступления. То есть это не военно-пленные. Поэтому все, что происходило в рамках этого обмена, это исключительно дипломатическая и политическая игра. И мы об этом будем сегодня говорить, как люди, которые со стороны наблюдали за тем, что происходит на протяжении практически недели. Наташа, напомни, пожалуйста, как вообще стало известно о том, что готовится какой-то обмен. Первые новости стали появляться в воскресенье 28 июля, когда из колонии начали как-то подозрительно исчезать политзаключенные. Люди, осужденные уже, признанные мемориалом политзаключенными. В частности, не было вестей от художницы Саши Скочленко, не было вестей от Олега Орлова, не было вестей от Ксении Фадеевой, Лилии Чанышевой. Это бывшие сотрудницы штабов Алексея Навального в Томске и в Уфе, соответственно. В понедельник эти новости продолжились. Адвокаты не могли связаться с Ильей Яшиным. Потом во вторник уже стало известно, что нет связи с Владимиром Карамурзой, к нему не пускали адвокатов. Когда такое массовое достаточно исчезновение заключенных из колонии происходит, это свидетельствует о том, что что-то происходит. И правозащитники стали выдвигать версии, что, скорее всего, готовится какой-то обмен, поскольку разговоры о том, что вообще обмен политзаключенных на интересующих российские власти, осужденных россиян в других странах, он шел уже, наверное, с момента смерти Алексея Навального в феврале 2024 года точно. А почему вообще всех встревожила ситуация пропажи каких-то заключенных из каких-то российских колоний? Это происходит более-менее регулярно, просто волюнтаристским решением берут людей, и переводят, не сообщая ни родственникам, ни адвокатам из одной колонии в другую, из одного региона в другой. Это случается достаточно часто. И при этом, пока человек находится на том самом этапе, о нем ничего не известно. Федеральная служба исполнения наказаний, ссылаясь на внутренние какие-то распоряжения, говорит, что не может предоставлять подробную информацию. Почему же сейчас-то все так встрепенулись? Я думаю, что здесь людей встревожила именно одновременность того, что политзаключенные исчезли, потому что это произошло буквально за несколько дней, и их было достаточно большое количество. Но тут надо сказать, что, например, в эти же дни не было связи и с осужденным за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством Даниилом Кринери, и не было связи с журналисткой «Рус-Ньюс», осужденной за фейки, Марией Пономаренко. И в их ситуации выяснилось, что это действительно было совпадение. Кринери даже его группа поддержки написала в своем телеграм-канале, что не примешивайте нас к обменам, потому что мы знаем, что его должны были этапировать из СИЗО в колонию уже после вынесения приговора. И, очевидно, это просто совпало. Пономаренко тоже нашлась спустя несколько часов в следственном изоляторе. Но когда такое массовое исчезновение заключенных происходит, это всегда свидетельствует о том, что что-то происходит. Это не просто так. Сереж, а когда ты, как человек, который много лет занимается расследованиями журналистскими, заинтересовался этими разговорами о возможном обмене, не обмене, пропаже заключенных? Как и все, я обратил внимание на то, что большое количество российских политзаключенных, в том числе самые известные из них, вдруг пропали. Это перестало выглядеть совпадением достаточно быстро. И начали появляться различные теории. Первая теория, что готовится большой обмен, хотя мало кто хотел слишком оптимистично про это все писать. Сразу же люди, скорее, старались быть осторожными в своих оценках. Другие две теории, что это просто совпадение, какие-то действительные этапы в связи с новыми головными делами или, может быть, в новые места по каким-то другим причинам. Ну, потому что, возможно, российские политзаключенные, и находясь в тюрьмах и колониях, агитируют, находясь вокруг них людей. Может быть, это не нравится российскому государству, и, может быть, они, например, решили всех их переместить для того, чтобы лишить связи с теми, с кем они уже долго находятся вместе. Но собрать в какой-то спецзоне, условно говоря, чтобы они других запрещенных не баламутили. Да, была такая печальная шутка, что их отправят всех заделывать пробитую плотину на Беломор-канале, который незадолго до этого как раз прохудился. Вот второй вариант, что их просто перемещают, так совпало в другие места. Третий вариант, что хотят где-то собрать вместе по каким-то причинам. Но, на самом деле, честно говоря, конечно, обмен — это была самая вероятная причина для такого рода деятельности, и достаточно рано начали гадать, на кого же их собирается менять. Естественно, все вспомнили заявление Марии Певчих вскоре после смерти Навального в колонии о том, что готовился обмен Навального на убийцу Вадима Красикова, который находился под жизненное заключение в ФРГ до недавнего времени. Вспомнили, что достаточно стремительно прошли суды над Киршковичем и Алсу Курмашевой. Все вместе складывалась картина, что, наверное, все-таки готовится обмен. Во всей этой истории, конечно, больше всего вопросов вызывал не очень красивое название будет, да, но обменный фонд, кого на кого будут менять. И если более-менее было понятно, кого могут отдать Западу из России, то, кроме Красикова, по-моему, никакие другие имена на протяжении всех этих дней не назывались. Ну, потому что Красиков вот как появился в феврале после смерти Навального и где-то звучал. Плюс и сам Путин тоже говорил о том, что ему нужен этот человек Вадим Красиков. Он в интервью американскому журналисту Такеру еще 8 февраля сказал, что он хочет Красиковой и, возможно, обмен Гершковича, тогда еще не осужденного на него, ой, про Навального там речи не было. А остальные-то когда начали появляться имена? На самом деле остальные имена появились буквально за, может быть, час или два до, собственно, состоявшегося в Анкаре обмена. До этого был только еще один момент, когда появилось предположение, кто может войти в этот состав. Это когда американский юрист, кажется, Седых, он обнаружил, что из американской тюремной базы данных пропали данные о нескольких российских заключенных, в частности, о Владиславе Клюшине, о Вадиме Коноченке, что тоже указывало на то, что их, скорее всего, готовят в рамках обмена. Но интересно, что теорий в журналистском сообществе о том, кто войдет в этот список, кроме Красикового, фактически никаких я не видел, потому что, на самом деле, заключенных, которые теоретически могут быть интересны России, в американских тюрьмах содержится достаточно много все еще. В частности, кроме Романа Селезнева, не был обменен ни один из русских хакеров, а их около десяти, наверное, содержатся в заключении в США. Теперь мы, наверное, понимаем, что фактически в список с российской стороны вошли также, например, Илья Яшин и Владимир Карамурза, потому что это было, видимо, российское условие их обменять. Я думаю, что это выглядит во многом так, потому что это было сделано против их воли, поэтому можно сказать, что их тоже нужно включить как в пожелания с российской стороны. И я вот еще хочу дополнить Сереже по поводу появления имен тех, кого Россия хотела бы забрать обратно. На 31 июля, собственно, за день до того, как мы узнали, что обмен действительно состоится, славянский телеканал Н1 выдал новость о том, что в Словении за шпионаж приговорена семейная пара Артема и Анна Дульцевы, но они не будут отбывать наказание, поскольку срок, который им назначили, покрывал то время, которое они и так уже провели в заключении. И славянский же телеканал написал, что они будут отправлены домой, скорее всего, в рамках масштабного обмена, который готовится между Россией, Германией, США и Белоруссией. И, наверное, вот это был такой первый слив о том, что готовится обмен. Я вот еще обратил внимание на такой забавный достаточно факт. Вот последние полтора дня перед состоявшимся обменом я следил за лентами российских информационных агентств ТАСС и РИА Новости, и они почти каждый час занимались тем, что они делали перепосты каких-то западных изданий со слухами о том, кого обменяют. Что, видимо, означает, что всем это было тоже очень интересно, но никаких данных собственных у них не было. Кого все-таки отдала Россия? Россия отдала 16 человек. Среди этих людей есть люди только с российским гражданством. Это политик Илья Яшин, правозащитник Олег Орлов, художница Саша Скочленко, политик Андрей Пивоваров, Ксения Фадеева, Лилия Чанышева, Вадим Астанин. Последние трое — это сотрудники штабов Алексея Навального в Томске, Уфе и Барнауле. Также есть люди, у которых помимо российского есть еще какое-то иное иностранное гражданство. Это журналистка «Радио Свобода» Алсу Курмашеву, это политик Владимир Карамурза, это, например, еще Димури Воронин, которого тоже обменяли, 19-летний Кевин Лик и Ерман Мойжес. Есть также несколько граждан, у которых нет российского гражданства. Это иностранцы, например, американский морпех Пол Уиллан, гражданин Германии Патрик Шобель. Тут надо отметить, что одного человека отдала Беларусь. Это также гражданин Германии Рик Кригер, которого в Беларуси приговорили к смертной казни. Мне кажется, здесь важно еще подчеркнуть, что вот те российские граждане, которые оказались в обменном списке, они в России, все, кроме Владимира Карамурзы, были осуждены по так называемым политическим статьям. Ну, то есть у Владимира Карамурза, кроме обвинения в государственной измене, было также обвинение в распространении фейков об армии. Но вот все остальные оказались в тюрьме либо за фейки об армии, как Яшин, например, из Кочеленка, либо за то, что сотрудничали с организациями, которые Россия считает экстремистскими или нежелательными. А иностранные граждане, либо люди, у которых помимо российского есть еще какое-то иностранное гражданство, были обвинены в шпионаже либо в госизмене в большинстве своем? Ну и среди иностранцев есть еще один человек, который вообще не имеет никакого отношения к политике, судя даже к тому, за что его задержали. Он въехал в Россию и вез с собой мармеладных мишек, в которых содержался экстракт марихуаны. И как раз в отношении Патрика Шобеля приговоры еще не вынесли. А второй человек, у которого еще не было приговора, это Герман Мойжес, которого обвинили в госизмене. Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления. Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты Свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотр Ютуба. Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Спотифай. Подкасты «Радио Свобода». Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова. И я, Наталья Джампаладова. И сегодня с нами наш коллега, журналист-расследователь Сергей Добрынин. И мы обсуждаем исторический обмен заключенными между Россией и странами Запада, который произошел 1 августа 2024 года. Вот сейчас уже, когда прошло несколько дней, понятно, что для по меньшей мере 8 человек, российских граждан, освобожденных в ходе этого обмена, это был не обмен, а высылка, по большому счету. Вообще-то Конституция Российской Федерации категорически запрещает граждан России куда-то принудительно высылать и менять. Лишать гражданство тоже нельзя принудительно человеку. Он может вернуться в Россию, это его конституционное право. Другое дело, что очень сомнительно, что сейчас кто-то полезет на рожон и поедет на родину. Но тем не менее, то есть это буквально была высылка, то есть уезжайте и не возвращайтесь, вы нам здесь не нужны, как бы сигналило российское правительство. Но при этом оно не показывало своим гражданам и тех, кого оно, собственно, забирает назад, на родину изначально. Потому что на сайте Кремля 1 августа была опубликована информация о том, что Путин подписал указы о помиловании и список всех помилованных, кого освобождают. И там же на сайте Кремля было написано, что решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств. А кто эти граждане? На сайте Кремля написано не было. Почему они такие замечательные? Российским гражданам тоже не объяснили вроде как. И поэтому довольно дико смотрелась церемония встречи в аэропорту в Москве этих самых освобожденных. Сереж, какое на тебя произвело впечатление эта церемония с почетным караулом, ковровой дорожкой, обнимающимся Путиным? Мне кажется, что я был меньше шокирован, чем многие, потому что это было довольно ожидаемо. Ну, во-первых, с точки зрения Путина, вообще в логике всего этого обмена, те люди, которые возвращались, а я напомню, что помимо Красикова, который, ну, фактически был диверсантом, который поехал в Германию, чтобы убить бывшего чеченского полевого командира, четыре человека — это были вот такие советские шпионы-нелегалы в классическом смысле. Люди, которые достаточно долго жили в других странах под чужими фамилиями, изображая, что они вообще приехали из других стран. И, видимо, в логике Путина это такие настоящие герои России, которые делают важное дело, которых нужно честовать со всей возможной помпой. Кстати, интересно, что в какой-то момент возникло разночтение, разные источники называли разное количество людей, участвующих в обмене. Одни говорили 24, другие — 26. Во-первых, сначала все обсуждали 24 только с российской стороны или всего. Оказалось, что всего... Почему 24 и 26 возникло? Потому что, на самом деле, это 24 взрослых человека и двое детей. Это как раз дети Читы Дульцевых. И, как заявил Песков, они вообще не знали, что они граждане России, и не говорили по-русски. Только когда они сели на борт из Анкары в Москву, только тогда им сказали, что вообще-то они россияне. Но если это правда, это, в общем, довольно большая травма для детей, которые вдруг узнают, что они мало того, что русские, они еще дети шпионов. И по этому поводу такая горькая шутка уже появилась в интернете, что ни один ребенок не застрахован от того, что однажды ночью его привезут в Москву, и Путин скажет, бонус ночес, как произошло, собственно, с детьми Дульцевых. Да. Их, кстати, задержали относительно недавно. Это история декабря 22-го года. Потом Микушин. Микушин представлялся человеком по имени Хосе Асис Джамария из Бразилии и работал в Норвегии, где его задержали, кстати, тоже в 2022 году. Значит, это тоже фактически нелегал с хорошо проработанной легендой. Потом так называемый Пабло Гонсалес, он же Павел Рубцов, который арестовали в Польше. Он тоже делал вид, что он на самом деле испанец изначально, хотя был россияином, как мы теперь знаем. С ним интересная история, что вот когда появились кадры встречи Рубцова в аэропорту Внуково, именно его встречали два каких-то человека, которые на этих кадрах, видно, что они стараются скрывать свои лица. И, насколько я знаю, Испания очень заинтересовалась тем, кто были эти люди, которые его встречали, потому что, возможно, они через их личности могли бы найти какую-то еще большую часть шпионовской сети российской в Испании. И даже, кажется, какую-то награду назначили за то, чтобы узнать, что это были за люди. Дальше это Роман Селезнев. Интересная фигура. Роман Селезнев не просто обменялся в фактических хакерств, важной частью его биографии, что он сын депутата Российской Госдумы Валерия Селезнева. Я думаю, что это была главная причина его обмена, потому что он один из примерно десяти или, может быть, даже большего количества хакеров аналогичного уровня обменяли именно его. У него действительно плохо со здоровьем. Те, кто смотрел за встречей в аэропорту Внуково, мог заметить, что у него на бритом черепе достаточно заметная выемка. А дело в том, что за два года до ареста арестовали его на Мальдивах. Он стал жертвой террористического акта в, если не ошибаюсь, Марокко. В 2012 году какие-то местные исламистские группировки устроили теракт в популярном туристическом кафе. Там был взрыв, и вот он стал одной из жертв этого взрыва, и у него были серьезные достаточно травмы головы. Поэтому его адвокат утверждал, что он в американской тюрьме как бы это подтвердить, но это могло стать одной из причин, почему его выбрали в качестве человека для обмена. Кто еще? Владислав Клюшин, арестован в Швейцарии в 2021 году. Его обвиняли в одновременно-выцаревской торговле и тоже в краже компьютерной информации. Мне кажется, что это была фигура не самая яркая из тех, кто вообще попадал в шпионские скандалы в последнее время. Но тоже известно, что один из связанных с ним людей был в прошлом сотрудником ГРУ. Поэтому, ну, как бы предполагается, что он либо сам работал на российскую разведку, либо с ней был тесно связан. Так что тоже это как бы человек из путинских силовиков. Не случайно просто российский какой-то там бандит, который был поменен, а просто сотрудник или близкий сотрудник органов. И, наконец, Вадим Коноченок. Его фактически арестовали за то, что он участвовал в создании одной из схем по импорту в Россию западных технологий после начала войны в условиях санкций. То есть, это одна из схем по обходу санкций через Эстонию. Таких схем, на самом деле, очень много. Как мы сейчас уже хорошо понимаем, к сожалению, технологические санкции против России толком не работают, потому что Россия продолжает успешно и в большом количестве импортировать и микросхемы, и станки, и много чего еще. Коноченок это был один из тех, кто попался на такой схеме, был арестован и обвинен в США. И он тоже сотрудник ФСБ, судя по всему. Давайте еще раз вернемся к вопросу. Встречали с помпой, но действительно, как бы нам, исходя из наших представлений о хорошем и плохом, хочется говорить, что Путин встречал преступников и убийц. Это действительно так, в том числе, это так согласно американским законам, например, и законам некоторых других стран. С другой стороны, в логике Путина эти люди были осуждены за то, что они работали на родину. И в этой логике я бы удивился, если бы их встречали без таких почестей. Вот это бы выглядело странно скорее. Единственный момент, который действительно был достойен внимания, это то, что Путин первым поприветствовал Красикова, обратился к нему здорово, там, подружески его обнял. Но, видимо, это связано с тем, как позже написали ФСБ, что Красиков был не просто одним из ценных сотрудников диверсионного отдела там ФСБ, а он еще был лично приближен к Путину, вместе с ним ходил на стрельбище, дружился им достаточно давно. И есть слух, который распространил издание Бильд, что, может быть, Красиков имел отношение к загадочной смерти бывшего начальника Путина Анатолия Собчака, который скоропостижно скончался при нескольких загадочных обстоятельствах. Сереж, а на твой взгляд этот обмен весь совершался только ради Красикова, только потому, что Путину был нужен Красиков, или что-то еще им двигало? Давайте вообще вспомним историю последних лет вот все эти диверсионные операции России за границей. В целом, можно сказать, что они преследовали две цели. Первая цель — это попытки диверсии на каких-то учреждениях, связанных с обороной промышленностью, взрывы военных складов, в том числе в Чехии. Другая сторона — это покушение на того, которых Путин считает предателями, как, например, Сергей Скрипаль, который уехал в Англию. Насколько я помню, он был тоже обменен, но, видимо, он стал сотрудничать и даже работал в лаборатории Порт-эн-Даун. И его попытка отравления новичком, очевидно, была таким показательным наказанием, местью. Человек, который был наш, но согласился сотрудничать с ними, он принесет заслуженную кару. В путинской логике, которая, хотя он легист, как мы любим говорить, любит много чего объяснять с какими-то туристическими вещами, но видим это совершенно как оправданные мотивы. Фактически все эти люди, которых Путин отправлял на Запад, типа Чепики, Мишкина и остальных, они были таким орудием возмездия. Значит, они должны чувствовать себя искренними патриотами, людьми, которые выполняют какую-то важную для Родины задачу. И Красиков был единственным, кого смогли арестовать и посадили. И ему, видимо, очень важно было показать вот эту свою силовую среду, в которой, возможно, есть еще очень много будущих таких же диверсантов, готовых кого-то убить из так называемых врагов России или устроить какую-то диверсию против того, что угрожает, в кавычках, России, чтобы они видели, что мы своих не бросаем. Для Путина свои, это именно такие люди, как Красиков, которые готовы поступиться своей свободой и, может быть, даже жизнью и представлениями законности и гуманности, ради какого-то вот представления о том, что такое патриотизм, что такое Россия. Своих мы не бросаем. Я думаю, что этот месседж для Путина был важнее, чем личность Красикова. Я думаю, что этот месседж и он же самый спорный с точки зрения вообще равноценности обмена, потому что, конечно, мы с вами тоже понимаем, что этот месседж люди в России получили и они теперь будут с большей готовностью снова ехать и устраивать диверсии, возможно, потому что они увидели, что Путин своих не бросит, наберет себе заложников и потом их, может быть, обменяет. Очень многие говорили о том, что это вредная история и что напрасно запад на это согласился. С другой стороны, не меньшее число голосов говорило о том, что нет, это была замечательная, очень благородная история, потому что там американцы могли спасти только своих граждан, Шольц мог тоже спасти только своих, но вот они согласились вытащить еще и российских граждан, буквальных политзаключенных. Наташа, что ты читала об этом и что ты сама думаешь об этой истории? Мне понравилось очень выступление Владимира Карамурзы на пресс-конференции первой после вот этого обмена в Бонне, когда он говорил о том, что не надо рассматривать это все как обмен, а это спасение жизней. И первые слова, которые он сказал, общаясь с семьей, еще по телефону 1 августа, он сказал, что я думал, я умру в этой тюрьме. Соответственно, мне кажется, это действительно очень гуманистическая история, которая помогла 16-ти заключенным выйти на свободу и не проводить в российской тюрьме еще неизвестно сколько лет. Но правильно я понимаю, что Шольца в Германии критиковали за то, что он согласился вообще на этот обмен, за то, что он согласился выдать Красикова на то, чтобы посадить и осудить которого ушло довольно много времени и сил. И вообще нельзя ни при каких обстоятельствах убийцу освобождать. Действительно, такая дискуссия развернулась, и прокуратура была ошарашена тем, что Красикова действительно все-таки меняют. Но мы с вами начали с того, что такие обмены происходят вне правового поля, по большому счету. То есть нельзя было обменивать таким образом, насколько я понимаю, и в Германии тоже человека, который уже осужден на пожизненный срок. Вроде бы известно, что это было сделано за подписью министра юстиции, которым это приказалось делать лично Оуф Шольц. Оуф и Шольц, очевидно, были с одной стороны гуманитарные соображения, с другой стороны, ну, предполагается, что его сильно попросили Соединенные Штаты, так это скажем. При этом у Соединенных Штатов тоже могла быть своя политическая логика в этом. Как мы понимаем, в разгаре, в общем-то, предвыборная кампания для демократической партии это большая победа. Мы тоже должны понимать, что это нужно принимать во внимание тайминг, когда все это произошло. Хотя мы точно не знаем, кто придумал, чтобы это происходило именно сейчас. То есть это, может быть, просто позвонили люди из ФСБ, сказали, давайте меняем завтра или никогда. Такое тоже вполне могло быть. Я общался на днях с нашим корреспондентом в Германии Анной Розе. Она говорила, что, в общем, в прессе и в кулуарах превалирует мнение, что гуманистическая сторона важнее, чем все остальное. Как вот вы лично восприняли всю эту историю, связанную с обменом? Эмоционально? Были ли какие-то надежды, опасения? Потому что, когда появились эти слухи, я очень на это надеялась, но во всё не верила. Мне скорее была ближе идея о том, что людей куда-нибудь свезут в какую-нибудь дальнюю тюрьму и там просто сгноят. Я тоже до последнего не верила. Ещё когда в воскресенье появилась какая-то информация, что сразу несколько заключённых пропали из колонии, и кто-то стал осторожно предполагать, что это может быть обмен, я сразу такая, да нет, какой обмен? Я в это не верю. Ещё тогда фамилии ни Карамурзы, ни Гершковича не звучали. И я даже не то, что гнала от себя мысли, я действительно не верила в это и считала, вот как ты сказала, что скорее их просто куда-то этапируют подальше, в какую-нибудь сибирскую тюрьму, или, как Серёжа сказал, Беломорканал заделывать, но уж совершенно точно не менять. менять. И на самом деле, пока я не увидела фотографии первые, у меня не было окончательной веры в то, что этот обмен действительно произошёл. У меня, видимо, было больше веры, что готовится именно обмен, чем у вас. Вот, конечно, просто забавного примера, немножко из нашей журналистской кухни. Мы накануне обмена обсуждали с моими коллегами Марком Крутовым и Андреем Сошниковым, что Андрей Сошников, главный редактор нашего расследовательского проекта «Система», собирался в четверг публиковать большое расследование о Санне Патрушево. Марком он написал «Андрей, я подумаю, может быть, завтра ли это неподходящий день, потому что все будут заняты обменом». Ощущение, что состоится обмен, оно управляло в том числе нашими планами по тому, какие материалы когда выпускать. Так что да, я уже в следу, на самом деле, мало сомневался, потому что я не мог придумать никакого другого нормального объяснения, которое бы объясняло все детали. Что касается вообще моих ощущений эмоциональных, во-первых, по-моему, тут действительно важнее именно эмоции, а не холодный разум, потому что, если ты про это думаешь умом, то приходится многие вещи принимать во внимание, да, и то, что многих людей не обменяли, и то, что обменяли Красикова, это может быть опасно. И вся развернувшаяся после обмена дискуссия достаточно неприятная о том, что люди, с какими вышли они заявлениями после обмена. Это все немножко сбивает фокус, а эмоциональное ощущение было именно большой радости, которой вообще-то давно не было. Давно не было каких-то больших хороших новостей. Это ощущалось именно так, что несмотря на то, что все это было ужасно мутно, по-путински, по ФСБшнему, непонятно кто, какие-то самолеты летают, летают не туда, ты не знаешь сколько, кто, когда, какие-то кадры из аэропорта Анкары, который снимал турецкий телеканал, где там размыто, кто-то куда-то брел самолет или не брел. Но в конце концов ощущение, что просто люди действительно сбежали смерти, скорее всего, оказались на свободе, и, что немаловажно, теперь они смогут принимать участие в политической жизни, а мне кажется, этого российской оппозиции сейчас тоже сильно не хватает. Это было ощущение большой радости, которую не хочется как бы смешивать со всеми умозрительными какими-то вопросами, которые возникают. Сергей Добрынин, журналист-расследователь и радио «Свобода», был сегодня в гостях у подкаста «Человек имеет право», его вели я, Марьяна Тарачешникова, и я, Наталья Джампаладова. Субтитры создавал DimaTorzok